Привет, зритель! Сейчас тебя ждут пустые баночки за январь этого года, 2021-го. Хоть сегодня уже 1 февраля, но записать у меня что-то получается только сейчас. Короче, крем, который мне пришёл с Алиэкспресс. Без крышечки, но зафольгированный, не поверишь. 30 грамм 80 чем-то рублей он там стоил. Ну, у меня там какие-то бонусы были, мне он чуть дешевле обошёлся. Ну, не суть, он хороший, но без крышечки. В сумку уже не положишь. Он практически закончился. Он меня спасал, когда у меня тут была проблема с руками, о чём я рассказывала в ролике ухода на февраль. Он, ну, не сказать, что супергустой или там какой-то дофига плотный, но он хороший жирный крем, который внезапно быстро впитывается. Он как бы с лавандой, но лавандой до там самом конце и не очень-то ей пахнет. Пахнет чем-то иным. Таким, чем-то таким цветочным, насыщенным. В общем, вот такой крем. Много у каких продавцов он есть. Кстати, фирма тут, Сенана. Думаю, может, на каком-нибудь озоне посмотреть эту Сенану. Так, у меня заканчивается, закончилось, можно сказать, уже. Ботаник-секрет с алоэ верой 95%, увлажняющий гид для лица и тела, увлажнение, регенерация, гладкость кожи 250 мл. Содержит сок алоэ вера. Вот, тут я только сейчас увидела, что тут написано сок. Значит, когда из своего столетника, который тоже алоэ вера, в принципе, алоэ, выдавливала этот сок и мутила его вместе с агар-агаром, у меня там где-то в холодильнике стоит, скажем так, очень плотный гель, увлажняющий алоэ, то сок это тоже имеет место быть. В общем, вот, он немножко по консистенции какой-то слегка странноватый был, вот, относительно, допустим, какого-нибудь корейского геля или ещё какого-нибудь корейского геля. Тут очень совсем чуть-чуть осталось, вот буквально там на донышке. Но, в принципе, он, как вот все остальные гели, я тут зацепила, руку, которую только что уже помагала, уж я другую часть руки тогда помажу, такой же точно, в принципе, по ощущениям, как вот другие алоэ-гели, там, какие-нибудь корейские производства, там, ещё какого-нибудь. Я ещё видела, тогда помню, на том же озоне алоэ-гель от белорусской фирмы. Ну и вот он немножко, ну, как бы отличается от корейской какой-нибудь там, фудоголик, холики-холики, лаферма. Но в лучшую сторону отличается, допустим, от того алоэ, который от саванри, где 95% алоэ и 5% какого-то консерванта. Там вот как бы типа сам сок алоэ или сам гель алоэ вот с этим консервантом, мне кажется, вот здесь куча всяких дополнений, помимо алоэ, всякие там ещё растения. Вот этот как-то более гель алоэ, чем тот, который саванри. Короче, если я вдруг решу снова не заморачиваться сама вот с этим алоэ-гелем, там, а мне приспичит, то я себе такой приобрету, вам тоже советую. Я не помню, сколько он стоил, но, в принципе, его практически на год хватило, этих 250 мл. Хорошая штука. Универсальная. У меня закончилось средство от подписчицы Лёлечки, очень хорошее. Дом Фаберлик Косметика для уютного дома. Концентрированное средство для мытья посуды с древесным углём устраняет неприятные запахи. По-моему, можно использовать для детей от 0 плюс лет. Ну, короче, для младенцев, для их посуды. Экстрамоющая формула с природным абсорбентом, абсорбентом, пардон, подходит для мытья детской посуды. Тут пол-литра, 500 мл, короче, мне, по-моему, практически на 4 месяца хватило. Ну, на 3 точно его хватает, такого тюбика. Я сначала его разбодяживала, потом забила, и потом мне оставалось буквально совсем чуть-чуть. Я налила воды, встряханула, у меня половина так получилась. И этой половины я ещё неделю мыла посуду. Очень классная штука, второй раз я такой пользуюсь. У меня до этого была с каким-то другим ароматом, тоже от Лёлечка дарила. Номер тут 1183011, кому-то нужно. Спасибо, Лёлечке, и хорошая штука, советую. Так, пустой пакетик. Но в нём это, что-то лежит. Пакетик от пакетика в нём лежит. Короче, вот такая штука, порошок для волос Шикака 100 грамм. От Леди Хэнна. Я потом уже вспомнила, что от Леди Хэнна я когда-то покупала в обычном магазине, типа, чёрный кот, просто хну и ещё какую-то там хну с какими-то маслами и так далее. Типа, как красящая хну, оттеночная хна, помимо рыжей там, ладно, чё какие-то хны. Но вот порошок Шикака я видела только на Озоне и на Вайтберрис. Он как бы вот в сочетании с, допустим, чем-то, в сочетании с водой он хорошо промывает волосы, так это не пышненькие такие. В сочетании с отваром мыльных орехов, если вместе их смешать и отварить, скажем так, и промыть этой смесью волосы, они пышные, хорошие, до 4 дней сохраняют свежесть, но вот как бы мыльные орехи, но они пока ещё не в пустых баночках, поэтому про них ничего не будем говорить. Короче, если хотите немножко так пропитать свои волосы, на каждый день это, конечно, дороговато, такой пакетик в среднем 200 рублей стоит, 100 грамм. Тут вот на мою длину вот на 3 применения как бы хватит, на 2-3 раза, скажем. У кого волосы по длине, соответственно, там одного пакетика надо будет. Если вот так вот иногда удобрить волосы, то как вариант нормально, а для частого применения, ну, небюджетно, скажем так. Хороший вообще он считается как шикакай, как кондиционер для волос, бальзам, кондиционер, да, но некоторые моют волосы. У кого какие волосы, кому как подходит, но я думаю, что его можно смешивать там с какими-нибудь специями вместе, с хной и ещё с этими же отварами мыльных орехов, там или с кефирчиком развести эту всё, и использовать как маску для волос или как вот что-то типа шампунь и маска 2 в 1. Я, может, её как-нибудь повторю, эту штучку. Но пока она, в общем, пока ещё, как бы повторю, но не сейчас. Но я, в принципе, советую даже чисто вот так попробовать. Так, у меня закончилось масло эфирное, фирмы «Натуральное масло», которое продаются исключительно в аптеке. Стоило это масло 45 рублей, цена тут всё ещё лежит. Тут 10 мл апельсин сладкий. Хорошее эфирное масло. Я стабильно хвалю эти масла этой... В общем, масла этой фирмы «Натуральное масло». «Натуральное масло», которое продаётся только в аптеках. Но я, по крайней мере, больше нигде не видела. Даже на «Азон» нет, хотя вот на «Азон» есть там всякие препараты аптечные, то, что из аптеки продаётся. Вот исключительно вот это я покупаю в аптеках. Хорошее масло. Ну, как бы в эфирное масло я в аромалампу кидаю, в ванну, допустим. Ванная редко, сейчас принимаю чаще душ. А так я капала несколько капелек, допустим, в воду для мытья головы перед тем, как она согреется. Ну и даже так вот, чтобы ароматизировать кухню, пока она греется, испаряется вода вместе с этим ароматом масла. Ну, вообще круто. И, допустим, в какие-нибудь там... Ну, ароматизировать мыло, ароматизировать восковой дезик в какую-нибудь косметику домашнего изготовления, скажем так. Слушайте, у меня внезапно что-то их мало. Я думала, их чуть побольше будет, этих баночек. А у меня тут мыло закончилось. Я тут как-то покупала набор палмарев. Мне надо было подарок срочно купить человеку на день рождения. Но внезапно меня обломили с походом в гости. И подарок у меня растрясся там. Кому-то понадобился гелик, кому-то что-то ещё. И вот мыло я решила оставить себе. Думаю, что бы не попробовать мыло пальмарев. Роскошная мягкость. Экстрактом орхидеи молочка. С увлажняющим компонентом. 100% обогащён натуральными ингредиентами. Палмарев натурель. Хорошая мыло, слушайте. 90 грамм тут было. Оно смылилось у меня за месяц нормально. Даже как бы быстрее, чем за месяц. За три недели где-то так. После вскрытия оно бы жило 36 месяцев. Сколько оно так само по себе стоит, не в курсе. Сколько набор стоил, я уже тоже не помню. У него даже как бы... Оно даже вроде как с августа 2020 года созданное. Ну, в общем, вот такое мыло. У меня как бы есть мыло ещё от подписчицы Лёли в запасе. Я им как бы постепенно их замыли, ну, использую. И они в пустых баночках тоже будут. Вот то, что на уход у меня на февраль перешло, оно будет, надеюсь, уже в пустых баночках февраля. Это у меня было заявлено на январь, помимо прочего. Ну, вот оно в январе закончилось. Внезапно вот такие у меня пустые маленькие баночки. Как-то вот... Знала бы, что их так мало, оставила бы их на февраль. Но чё-то вот пакетик пустой. Пустые баночки закончились. Всем спасибо за просмотр. Ну, буду рада почитать ваши комменты, если вы чем-то из этого пользовались. Или пользовались ШКК. И как ваше мнение по поводу ШКК, и т.д. И всем пока! Не забудь поставить палец кверху.